МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Тепло родного дома, рука, ощущение заботы. Как поддерживают военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, неравнодушные жители Самары и активисты территориального общественного самоуправления. Новое оборудование и методики лечения. В самарский онкодиспансер поступило медицинское оборудование на средства национального проекта здравоохранения. Определился абсолютный чемпион. В Самаре подвели итоги хоккейного турнира «Золотая шайба». Тепло родного дома, рука, ощущение заботы. Бойцам, выполняющим свой долг, в зоне специальной военной операции помогают всей страной. В Самаре вместе с неравнодушными жителями в изготовлении и сборе продуктов и вещей принимают участие активисты территориального общественного самоуправления. Инициативу населения поддерживают на уровне власти. Глава города Елена Лапушкина побывала в некоторых ТОС Октябрьского района, чтобы узнать, нужна ли волонтерам дополнительная помощь. Ольга Павлова расскажет подробнее. Отправляя посылки Татьяна Томаровская, искренне верит в то, что тепло рук и ощущение заботы поможет тем, кто больше всего на свете скучает по дому, родным, близким, своему городу и стране. Для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, каждый вклад бесценен, отмечает Татьяна Викторовна. Вместе с активистами ТОС номер 4 Октябрьского района она вяжет шерстяные носки и шьет белье для наших ребят. На Донбасс уже отправлено более ста пар вязаных носков. Приложить свои руки, тепло своих рук, вложить в изделие и осознаешь, что это обязательно дойдет, это согреет, это поможет. И получая такие подарки, я думаю, у них согреваются сердца. Активисты ТОС номер 4 помогают нашим военнослужащим сами и вовлекают в процесс других жителей города. Одни приносят ткань, другие пряжу. В территориальном общественном самоуправлении есть место и для раритетных вещей. На этой швейной машинке, ей уже больше ста лет, шила форму для солдат в 1941-м бабушка председателя ТОС номер 4 Аллы Беляевой. Еще посмотрите, тут вот герб, видите, еще не все республики. Сегодня ее также используют для пошива вещей. Кроме того, активисты ТОС номер 4 регулярно участвуют в сборе гуманитарного груза. Очень много активных, добрых людей, которые действительно хотят в данной ситуации помочь, поддержать, ищут идеи, ищут возможности. Искренне горжусь и люблю этих людей, потому что понимаю, что это идет от чистой души, от чистого сердца, от желания помочь, поддержать и рассказать ребятам о том, что их ждут, что их любят. Помогают нашим бойцам и представители ТОС номер 1. Он также находится в Октябрьском районе. Кроме товаров, первой необходимости – вещей, сигарет, сгущенки, сладости и чая – представители территориального общественного самоуправления участвуют в изготовлении блиндажных свечей. Как и обычные свечи, они тоже из парафина, но существенно отличаются от бытовых. Такой прибор может гореть долгое время без перерыва, а силы огня хватит, чтобы приготовить обед. Свечи востребованы у солдат, которые проводят много времени в окопах, без возможности добраться до пункта размещения. Для приготовления блиндажных свечей нам нужны банки, оптимальный размер. Высота картона, который мы вставляем, вставляем линейку внутрь, замеряем, где-то у нас здесь, в этой баночке, 7,5 сантиметра. Дальше дело техники. Спрессованный или скрученный по спирали картон вставляется в жестяную банку и заливается воском, предварительно расплавленным на паровой бане. Расходный материал для изготовления блиндажных свечей приносят неравнодушные жители города, представители бизнес-сообществ и служители церкви. Профиновые свечи, которые мы бросили, но сюда мы положили и церковные свечи, вот эти агарки, которые нам дают церковь. Одна из основных задач органов местного самоуправления – поддержка инициатив населения, особенно, когда это касается ребят, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На сегодняшний день со стороны Министерства обороны военнослужащие обеспечены всем необходимым. Существенный вклад внес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава города Елена Лапушкина неоднократно подчеркивала, что таким инициативам добровольческих объединений городская администрация всегда готова оказать поддержку, чтобы они развивались и дальше. Кроме того, администрация Самары оказывает помощь семьям военнослужащих, контрактников и добровольцев Самарского батальона, а сотрудники районных администраций всегда находятся с ними на связи. Убеждена, что и на территории Самары есть масса инициатив, про которые мы даже не знаем. Люди сами, самостоятельно помогают. Наверное, в этом и есть сила русского характера, о том, что делать добрые дела, не кичаться этим, а делать это от души и от сердца. Всю собранную гуманитарную помощь наравне с тем, что сделано своими руками для наших бойцов, вскоре отправят в зону СВО. Кому-то из наших военных достанется и эта свеча, которая согреет не только своим теплом, но и добрыми, искренними пожеланиями. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Волонтерские проекты по пошиву одежды, теплых вещей и изготовлению необходимой утвари в быту действуют во всех районах Самары и объединяют сотни неравнодушных горожан, желающих поделиться теплом, заботой и поддержкой с соотечественниками, находящимися на службе. В Самарском районе работает городское отделение организации «Шьем для наших». Подробности в нашем сюжете. Балаклавы и шапки, штаны и толстовки, нижнее белье, салфетки и полотенца. Все это для российских военных шьют самарские мастерицы волонтерской организации «Шьем для наших». Возглавляет городское отделение Олеся Гандыбина. Сначала центр начинался с четырех человек. Теперь шьют более двухсот женщин по всей области. Движет ими желание помочь тем, кто в этом нуждается. Работу распределяют, исходя из возможностей. Многие шьют дома по вечерам или выходным. Мы стараемся максимально распределять и вовлечь каждого. Чтобы каждый нашел себя, потому что это реально эмоционально сейчас сложно. По себе знаю, что очень сложно. И когда ты помогаешь, человек, кажется, немножко сделал. Но для него это маленькая победа. И стараемся, конечно, подбадривать, поддерживать девчонок. Для закупки необходимых материалов проводят сбор средств. Также жители откликаются и приносят необходимые ткани. Помощь оказывает и администрация Самарского района. При поддержке предпринимательского сообщества глава района передала волонтерскому центру ткани, нитки, швейную фурнитуру. Я искренне надеюсь, что предприниматели Самарского района тоже не остановятся на достигнутом. И партии будут только расти и количество, и по времени. То есть мы будем привозить чаще и больше. Самое главное, чтобы женщины, которые занимаются этим благим делом, чтобы они справлялись и хватало сил. Готовую одежду отправляют благотворительным и гуманитарным организациям, которые распределяют все по нуждающимся. Андрей Грагуленко, Максим Гусев. События. В конце следующего месяца движение транспорта на перекрестке Галактионовской и Красноармейской могут временно приостановить. Произойдет это ориентировочно 24-25 февраля. Этот и другие вопросы по теме строительства метро обсуждали на совещании в администрации Самары. Сколько продлятся вынужденные ограничения и для какого вида транспорта сделают исключение, расскажет Михаил Ермоленко. Ориентировочно с 1 февраля в районе перекрестка Галактионовской и Красноармейской специалисты планируют заняться переустройством трамвайных путей. Этот вопрос стал одним из основных на еженедельном совещании, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Муниципальное предприятие трамвайно-троллейбусное управление выдало технические условия для переустройства линии. Вопросы на стадии согласования. Материалы заказаны. График предстоящих работ станет известен к середине следующей недели, поясняют представители Управления капитального строительства Самарской области. Рельсы и шпалы планируют переместить с середины проезжей части ближе к тротуару. Это позволит завершить работу по водопроводной медицине. Никаких отставаний, сложностей, незапланированных нет. После переустройства рельсов специалисты гарантируют стабильное трамвайное сообщение в оба направления – из города и в город. Как пояснил первый ВЦМР, на время переукладки трамвайных путей перекрытие не планируется. В период переустройства трамваи все равно продолжат курсировать по маршруту. Они будут следовать по старому полотну. Затем специалисты пристыкуют существующие и новые рельсы. Сделают это ночью, чтобы не создавать неудобств для жителей. Вся работа займет порядка 14 дней. Но на следующем этапе в районе будущего станционного комплекса все-таки введут временное перекрытие движения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской. Пока намечены только предварительные сроки. В конце февраля ориентировочно 24-25 числа. Это необходимо, чтобы продолжить строительство станции метро «Театральная». На участке возведут тягово-понизительную станцию. Это все будет под землей. Это вскрытие будет, потому что строительство именно по станции тяговой, которая будет. Там большие объемы бетона. Арматура, бетон. Само, будем говорить, оборудование – это этот. Сама сложность – это закопаться, я как говорил, в землю и сделать монолит. Ну и оборудование поставить, переподключить. Представители профильного департамента отметили, что во время строительства подстанции трамвай продолжит курсировать по маршруту, уже по новой линии. В ходе совещания также решили изменить сроки вынужденной остановки движения на перекрестке. На этом участке специалисты должны справиться с поставленными задачами уже к сентябрю, а не как обозначалось первоначально к концу 2023-го. Возведение новой станции метро «Театральная» активно продолжается. В районе зоны строительства на Галактионовской рабочие сейчас заканчивают разработку стартового котлована. Подготовкой аналогичного занимаются и в районе улиц Новосадовой-Полевой. Сейчас там устанавливают необходимые ограждения внутри зоны строительства – буросекущие сваи, которые укрепят котлован. После окончания строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральный», подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Весь путь будет занимать 20-25 минут, а движение электропоездов обеспечит в пределах 7-8 минут. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Новое оборудование и методики лечения на средства национального проекта здравоохранения материальная база Самарского онкодиспансера пополнилась современными аппаратами. Только за 2022 год с использованием новых технологий лечения прошли более тысячи онкобольных. Обо всех новинках одного из передовых медучреждений региона расскажет Михаил Ермоленко. В Самарском онкодиспансере, по данным за 2022 год, состоят более 100 тысяч пациентов. Чтобы эффективно оказывать необходимую помощь, в медучреждении постоянно улучшают оборудование. Начиная с 2019 года по национальному проекту здравоохранения и федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» центр получил более 220 новых медаппаратов. Среди них томографы, оборудование для МРТ, лучевые ускорители. Это те аппараты, которые позволяют использовать именно фотонную энергию для удаления тех или иных опухолевых очагов. И сегодня у нас есть возможность, в том числе на лучевых ускорителях, получать радиохирургию, то есть так называемый кибернож. Поэтому это то оборудование, которое уже сегодня на современном этапе позволяет получать помощь в категории пациентов, кому она необходима. В числе поставленной техники – современный ангиограф. Он на вооружении специалистов рентгенохирургического отделения с конца 2021 года. С помощью этого комплекса медики онкоцентра могут как диагностировать, так и лечить заболевания. Основное преимущество оборудования перед его предшественником – высокая скорость работы и обработки рентгеновских снимков, обеспечение их наилучшего качества. А за счет совершенной матрицы лучевая нагрузка на пациента существенно снижается. Также аппарат позволяет не только на сосудах проводить вмещательства, но и находить траекторию оптимальную для выполнения биопсии различных образований, радиочастотной абляции – тоже как бы новые функции, которые появились в этом аппарате. Онкологию у жительницы Тольятти Ирины Борисовой обнаружили в 2019 году. Терапия в учреждениях родного города не помогла, и тогда женщину направили в самарский диспансер. Онкология дала метастаз в печень, поэтому Ирина приехала уже на второй сеанс терапии. Лечение облегчается и улучшается благодаря новому ангиографическому комплексу. Мне сказали, что это новейшее оборудование, что будет химия не по всему организму, а именно в печень будут подаваться химические эти все элементы, что это более эффективный метод. Я решила попробовать. Жить-то хочется. К концу прошлого года в онкоцентре насчитывалось 14 тысяч пациентов, проходящих активную фазу лечения. Из них более тысячи получили медпомощь благодаря новому современному оборудованию. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Добрые пожелания и рисунки. Самарские школьники присоединились к участию во всероссийской акции «Письмо солдату». Весточки из родного края вложат в посылки с гуманитарной помощью. Подробности расскажет Александра Гусева. Теплые вещи, сладости, средства гигиены и добрые пожелания скоро окажутся у российских военнослужащих. Ученики школы номер 45 вместе с родителями собрали очередную партию гуманитарной помощи, которая отправит в зону проведения спецоперации. Вместе с посылками ребята готовят письма и рисунки. В настоящий момент весь социум 45-й школы, это ребята, учителя, родители, активно подключились к акции «Посылка солдату». Такую акцию мы хотим передать поддержку нашим защитникам, находящихся на специальной операции, и передать частичку нашего внимания и тепла. Решение принять участие в акции «Посылка солдату» не заставило себя долго ждать. По сбору гуманитарной помощи активно включились как ребята, так и их родители. По мере поступления гуманитарной помощи от семей наших, от самих обучающихся, мы формируем посылки и отправляем их. В 45-й школе много внимания уделяют не только процессу обучения, но и воспитанию детей и подростков. На базе образовательного учреждения есть детские творческие объединения, спортивные секции, сформирован собственный волонтерский отряд «Добрые сердца», развивается юно-армейское движение, создан военно-патриотический клуб «Кадет-45». Организаторами посылки солдату стал как совет обучающихся, так и наши юно-армейцы, и наш волонтерский отряд «Добрые сердца». Ребята всегда приходят на помощь и гордятся подсчетным званием волонтера 45-й школы и юно-армейца 45-й школы. Мы должны научить подрастающее поколение любить нашу родину и уметь ее защищать. Всероссийская акция «Письмо солдату» сейчас проходит в школах города. Она призвана напомнить военнослужащим, что дома их любят и ждут. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. 20 января 1960 года постановлением правительства СССР была принята на вооружение советской армии межконтинентальная ракета «Р-7». Это прототип всех ракет, которые запускают сейчас в космос людей и грузы. С подробностями строения легендарной ракеты ознакомилась Елена Чернявская. Грандиозный монумент, ракета-носитель «Союз», экспонат, музея «Самара космическая». Такие ракеты «Р-7» местный завод «Прогресс» производил с 1958 года. На постамент установлен настоящий аппарат, который является основой для всей конструкции музея. Выставочный комплекс устремлен в высоту на 68 метров и весит около 20 тонн. Проект строительства «Р-7» представлял собой одну из крупнейших инженерно-технических программ, когда-либо осуществлявшихся в Советском Союзе. Удачей этого проекта послужила основой для создания базовых модификаций ракетно-космических комплексов типа «Восток», «Восход», «Союз» и «Молния». Все музеи завидуют нашей ракете, потому что она, наверное, единственная такая в мире на взлете. Мы знаем, что на Баконуре есть ракета, но она на 30 сантиметров укорочена, она наклонена, потому что тогда, когда ее ставили, была совершенная секретность и не разрешено было поставить все вертикально, потому что приезжающие поезда могли бы увидеть эту ракету. Да, она тоже была сделана здесь, в Самаре. И, конечно, очень впечатляет гостей нашего города. Памятник «Семерки» в городе установлен неспроста. Именно в Куйбышеве на заводе номер один, впоследствии на заводе «Прогресс», в 1958 году эта ракета была запущена в серийное производство. До сих пор в цехах Самарского государственного научно-производственного ракетно-космического центра ЦСКБ «Прогресс» изготавливается очередное поколение этого ракетоносителя. Это, в принципе, уникальная ракета, это универсальная ракета. Она может вывести около 10 тонн груза на орбиту. И она является основой, собственно, всех ракет, поэтому она и универсальная. Это прототип пилотируемой ракеты. Мы рассказываем здесь про пилотируемую ракету, так как у нас на фасаде здания именно пилотируемая ракета. И Р-7 – основа этой ракеты. И мы рассказываем, как работает ракета, почему она так работает, и как же в космос все-таки у нас отправляются люди. Ракета стала базой для создания ракетоносителя, для вывода в космос космических аппаратов и кораблей, в том числе пилотируемых самарские конструкторы, в свою очередь, уверенно заявляют, что ракета Р-7 в ее различных модификациях сможет послужить делу освоения космоса еще не одно десятилетие. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Абсолютным чемпионом турнира «Золотая шайба» в Самаре стал хоккейный клуб «Чайка» из Красноглинского района. Во всех четырех возрастных категориях он поднялся на вершину пьедестала почета. На последней игре соревнований и церемонии награждения побывал Сергей Кизоркин. На льду спорткомплекса «Орбита» заканчивается последний матч турнира «Золотая шайба». Ястребы сражаются с авиаторами. Скорости пока у юных хоккеистов небольшие, броски по воротам слабенькие. Ведь мальчишкам всего по 10 лет. Для некоторых из них это вообще первые соревнования по канадскому хоккею. Но у них все впереди, уверены специалисты. Ведь через этот турнир в свое время прошли многие именитые звезды хоккея. Первую «Золотую шайбу» в нашей стране разыграли в далеком 1964 году. Организовал первенство среди детских дворовых команд заслуженный тренер, тренер сборной Советского Союза Анатолий Тарасов. Очень приятно, что сегодня эти традиции живут, продолжаются усилиями руководителей городского округа Самары, усилиями депутатов Самарской городской думы, усилиями Федерации хоккея, городской Самарской федерации хоккея. Этот турнир живет, развивается и доставляет удовольствие всем участникам и зрителям. В этом году за «Золотую шайбу» сражались две недели 12 команд в четырех возрастных категориях. И впервые за всю историю проведения этого турнира в Самаре все четыре первых места заняли хоккеисты команды «Чайка». Кому достанутся чемпионские титулы, было ясно уже после первых матчей турнира. А вот за два других места на пьедестале почета шла недетская борьба. Команды сражались за победу до последних секунд каждой игры, как профессиональные хоккеисты. Так, два матча закончились в дополнительное время, а еще два с разницей всего лишь в одну шайбу. Всего состоялось 13 встреч. Здесь такое крещение на льду юных пацанов Самары, которые делают свои первые шаги. Для меня и для них, слава богу, такому же излюдному виду спорта, как хоккей-шайбой, где они формируются не просто как спортсмены, формируются как настоящие мужики, формируются с лучшими человеческими качествами. В итоге серебряные и бронзовые медали поделили между собой в разных возрастных категориях команды «Ястрыбы» и «Авиатор», «Титан» и «Медведи», «Меридиан» и «Дублеры-Чайки». А самым настойчивым хоккеистам вручили еще индивидуальные призы. Лучший галкипер, защитник, нападающий и бомбардир. А к чаю спортсмены получили целую коллекцию тортов. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Футболисты «Крыльев Советов» одержали две победы в двух матчах на первом тренировочном сборе в Турции. Баскетболисты «Самары» будут бороться за попадание в плей-офф во втором этапе «Единые лиги». А самарские лыжники готовятся к марафону. Подробнее расскажем в рубрике «Новости спорта». Футболисты «Крыльев Советов» победой завершили первый тренировочный сбор в Турции. Встреча против венгерского Сегеда прошла в закрытом режиме. Самарцы победили 2-0. Голы забили Амар Рахманович и Артем Соколов, реализовавший пенальти. Второй сбор «Крыльев Советов» проведут с 22 января по 3 февраля. 23 января команда сыграет против сербского клуба «Раднички», который занимает 8-е место в чемпионате своей страны. Первый этап регулярки единой лиги баскетболисты «Самары» завершили домашней победой над Минском. Самарцы, несмотря на активное начало, в первой четверти уступили. К большому перерыву игру удалось перевернуть, и волжане вырвались вперед. Во второй половине минчане смогли один раз сравнять счет, но большего сделать не смогли. 78-71 победа «Самары». Теперь обоим клубам предстоит бороться за попадание в плей-офф во втором этапе чемпионата. Хоккеисты «Лады» в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ одолели воронежский «Буран». Счет в матче открыли гости в концовке первого периода. Во втором тольяттинцы упрочили свое преимущество, дважды поразив ворота соперников. Одну шайбу хозяева смогли отыграть, затем сняли вратаря, чтобы попытаться сравнять счет, но пропустили. А на последних секундах воронежцы забили еще раз, установив окончательный результат. Победа «Лады» 4-2. В Самаре 28 января на территории спортивной школы «Чайка» в девятый раз пройдет традиционный лыжный марафон «Соколь и горы», который является преемником крупнейшего куйбышевского марафона. В этом году соревнования пройдут на дистанциях 3, 11, 17, 34 и 50 километров свободным стилем. Впервые будет использована новая система хронометража, которая используется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. В режиме реального времени можно будет следить за участниками гонки, а персональный результат будет выслан им на телефон по окончании соревнований. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В пятницу, 27 января, в Самаре проведут автоматизированное распределение свободных мест в дошкольные образовательные учреждения. В том числе в детский сад общеразвивающего вида номер 123 по адресу улица Запорожская, 28. Чтобы добавить образовательное учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении. В детском саду будет 5 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Для успешного проведения распределения Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. Сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. На этой неделе было много новостей про карту жителя Самарской области. Были заголовки про то, что социальные карты заблокируют или транспортные карты заблокируют. Конечно, их не заблокируют просто так. Идет планомерная замена социальных карт на карту жителя Самарской области с увеличением функционала, пишет в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Она отмечает, что несколько месяцев является пользователем карты. И это очень удобно в одном пластике иметь полис ОМС, транспортную карту и приятные бонусы. Например, в виде льготного билета в театр. В Самаре идет первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в 2024 году. На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован топ общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам территории победителей будут комплексно благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда». Предложения по отбору территорий принимаются до 30 января. Со списком общественных пространств Октябрьского района, которые планируются к благоустройству, можно ознакомиться в телеграм-канале районной администрации. Активная позиция жителей – один из решающих факторов, который определяет, преобразится территория или нет. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин